Здравствуйте, дорогие братья, братья-проповедники! Я очень рад, что сегодня у нас с вами есть такая возможность изучить предмет Гомелетика. Название Гомелетика, конечно, не происходит от названия белорусского города Гомель. Это наука о проповеди. И мы с вами, если Бог нам позволит, будем учиться проповедовать. Это очень важное умение, очень важное искусство, важность которого трудно переоценить. Потому что когда-то сам Господь Бог, говоря о проповеди, избрал именно ее инструментом спасения, грешного мира. В первом послании к Коринфянам, в первой главе, 21 стих, сообщает нам о важности проповедования. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Интересно, что апостол Павел называет проповедь в данном контексте юродством, то есть сумасшествием. Действительно, с точки зрения мира, наука о проповеди является чем-то смешным, проявлением какого-то юродивого характера такого, проявлением сумасшествия. Наверняка многие из вас сталкивались с таким отношением со стороны неверующих. Ну, лично я не раз сталкивался, когда, например, какой-нибудь охранник в местах заключения, если туда приходишь проповедовать Слово Божие, спрашивает тебя, а вы что, правда верите в то, что вот сейчас вы прочитаете что-то из толстой черной книги, что-то расскажете, и люди реально изменятся? Ну, неужели это не глупость? Мы говорим, да, мы в это верим. Бог избрал вот такой способ для того, чтобы спасать верующих. С точки зрения людей мирских, это, конечно, юродство, сумасшествие. Но Бог сотворил мир Словом Своим. Бог избрал Слово Своё инструментом для спасения и преображения жизни верующего. Мы это всё понимаем, братья мои. Мы знаем, что проповедовать это нужно и важно. Однако юродство проповеди, к сожалению, очень часто у нас трансформируется. Геннадий Андреевич Сергеенко подарил нам чудесный афоризм, в котором он говорит о том, что многие братья заменяют одну букву в этом стихе из Первого Послания Коринфянам. И юродство проповеди у них, к сожалению, превращается в уродство проповеди. На самом деле это парадокс, братья мои. У нас немало хороших проповедников. Казалось бы, Церковь Христова и в России в том числе имеет много служителей, которые провозглашают Слово Божие и делают это самозабвенно, делают это жертвенно, и они весьма посвящены своему служению. Но в то же время ситуация с проповедью в наших церквах совершенно катастрофичная. На мой взгляд, это происходит вот от чего. Чаще всего люди неверно понимают само назначение проповеди. Многим кажется, что проповедь – это всего лишь попытка систематизировать свой личный проповеднический духовный опыт, сказать то, чему Бог тебя научил через какие-то обстоятельства жизни, передать это людям в какой-нибудь максимально доступной игровой форме. Таким образом, проповедование низводится до эдакого благочестивого потока сознания, льющегося с кафедры, совершенно не имеющего в виду Слово Божие. Слово Божие Библия чаще всего используется проповедниками в качестве эдакого благочестивого эпиграфа к проповеди, как эпиграф прочитали, забыли благополучно об этом, и дальше наш поток сознания. На мой взгляд, забвение сути проповеди, как объяснение Божьего Слова, привело нашей Церкви к таким катастрофичным результатам. Люди перестали носить Библию на собрании, люди не читают Слово Божие во время проповеди, и это совершенно естественно, потому что оно им не нужно. Проповедник не обращается к Писанию, и слушатели тоже не обращаются к Писанию. Вторая причина, на мой взгляд, катастрофичности современной проповеди состоит в том, что в гомелитическом цеху нашем, среди нас, братья, коллег, проповедников, создался такой культ гения, как я его называю. Нам очень нравятся гении от проповеди. Они есть. Есть такие проповедники, которые проповедуют бессистемно, бессструктурно. Их проповеди являются потоком сознания. Библию они не толкуют, но при всем при этом слушать их интересно. Они талантливые ораторы. Молодые проповедники часто попадают под обаяние таких талантливых ораторов и пытаются им подражать. Но, друзья мои, вы все прекрасно понимаете, что подражать гением, во-первых, бесперспективно, потому что гению подражать невозможно. Во-вторых, опасно, потому что ты сам не гений. Приведу пример из родственной мне сферы, из музыки. Ну, например, есть феномен Виктора Цоя, или Бориса Гребенщикова, или Андрея Макареевича. Ни тот, ни другой, ни третий, строго говоря, не умеют ни петь, ни играть на гитаре. Но при этом они гении. И их всегда интересно слушать. Молодые ребятишки, которые хотят стать рок-музыкантами, думают, что для того, чтобы быть как Макареевич, Сой или Гребенщиков, нужно не уметь петь и не уметь играть на гитаре. Они не умеют петь, не умеют играть на гитаре, пытаются подражать гением, но это невозможно. У них ничего не получается. Ну, или был такой трубач Дизи Гелеспи. Наверняка вы видели. Такой импозантный негр с большими щеками. Он играл на трубе гениально, но, к сожалению, абсолютно неправильно. Так нельзя играть на трубе. Ни у кого нет таких щек, как у Дизи Гелеспи. Потому что у него щеки выполняли функцию диафрагмы дыхательной мышцы. И на самом деле, если кто-то бы решил подражать Дизи Гелеспи, у него бы ничего не вышло. Точно так же происходит и в проповеди. Конечно, самым разрекламированным гением от проповеди является Чарльз Сперджин. Это действительно гениальный проповедник. Это действительно король проповедников. Его проповеди в хорошем смысле назидательны. Его проповеди в хорошем смысле хаотичны. Они полны харизмы. В них дышит живой дух Божий. Но если кто-то когда-нибудь решит подражать Чарльзу Сперджину, он будет заранее обречен на неудачу. Чарльзу Сперджину нельзя подражать. Невозможно стать вторым Чарльзом Сперджином. Для этого нужно обладать его качествами, его дарованиями. Друзья мои, братья мои, мне кажется, что сегодня из-за культа гениев мы совершенно забыли о ремесле. Дело в том, что гением становятся люди специально на это избранные Богом. Гениев всегда мало. Я не принадлежу к числу гениев от проповеди. Я ремесленник. Хороший ремесленник. И я думаю, что каждому из нас нужно стремиться в первую очередь стать хорошим ремесленником. Овладеть техникой проповедования. Техникой составления проповеди. Техникой донесения проповеди. А уж если кто-то из вас дорастет до гения когда-нибудь, дорастет до большого художника, ну, на то воля Божия. Мы все порадуемся и возблагодарим Бога за ваше служение. Именно поэтому, братья мои, наш курс – это не курс подготовки гениев. Мы не будем здесь пытаться кому-либо подражать. Мы будем с вами овладевать ремеслом, овладевать техникой построения и произнесения проповеди. Для этого давайте, собственно, поначалу попытаемся определиться, что же такое проповедь. Прежде чем говорить о технике, давайте определимся с понятиями. Что есть проповедь, братья мои? Ну, самый простой способ определиться с тем, что такое проповедь – посмотреть на этимологию слова. Самое часто употребляемое существительное в Новом Завете, которое на русский язык переведено словом проповедь – это греческое слово «керугма». Ну, или «керигма», как кому удобнее произносить. Словарное определение слова «керугма» – это провозглашение, объявление, проповедь посредством глашатая, посланного Богом. Интересно, что даже само греческое слово «керугма» прежде всего означает передачу некой вести. Глашатый не является автором того послания, которое он передает. И более того, горе тому глашатую, который захочет к царскому указу приписать что-то свое. Глашатый ответственен за то, чтобы приказ начальства донести до народа. Глашатый ответственен за то, чтобы народом этот приказ был понят, верно истолкован и принят обязательным к исполнению. Вот за это ответственен глашатый. Если мы говорим о проповеди, мы должны прекрасно понимать, что проповедь – это не ораторская речь в полном смысле этого слова. Хотя там много элементов классической ораторской речи. Композиция проповеди не определяется нашими творческими способностями. Композиция проповеди будет определяться Словом Божьим. Мы должны с вами, как проповедники, передать людям Слово Божие. Объяснить людям Слово Божие. И ничего больше. Интересно, что этимология старославянского слова «проповедати» – это глагол, который был придуман искусственно, как и много старославянских слов, относящихся к христианству. На самом деле это калька с греческого глагола «праанак и русса». Калька, причем довольно-таки точная. Есть приставка «про» и в греческом слове, и в русском, которая означает нечто приближенное. Есть приставка «ана», и она передана русской приставкой «по». «Ана» значит, как бы, нечто происходящее сверху. Есть корень «вет». Это очень интересный корень, славянский корень. Вы знаете, что слова с этим корнем в русском языке имеют отношение к некой внутренней жизни человека. Ну, вспомните такие слова, как заповедь, совесть, исповедь, ведун, ведать вещи и так далее. Корень «вет», кстати, восходит к санскритским корням, которые означают людей мудрых, сведущих, саму по себе науку или некое знание. Таким образом, даже русский глагол «проповедать», будучи калькой греческого «про» означает «передача информации, полученной от знающих». То есть, передача некоего объективно существующего знания, провозглашения этого знания. «Проповедник» передает объективную информацию, информацию, существующую независимо от него, независимую от его творческих способностей. «Проповедник» — это не оратор, чья субъективная точка зрения может быть просто принята во внимание, а может быть отвергнута. «Проповедник» — это тот, кто передает объективное знание, полученное им от Бога. Таким образом, этимология слова «проповедь» указывает на то, что первоначально это понятие можно было определить как провозглашение знания, передача словами, информации, полученной от знающих. Смысл понятия «проповедь» заставляет нас полагать, что тот, кто проповедует, ответственен за передачу слова истины, за передачу слова от Бога. И он обязан сделать так, чтобы Божье послание, Божья весть были услышаны людьми и верно поняты. Другой задачи у проповедника нет и быть не может. Основная задача проповедника — объяснить людям Божье откровение, источник которого лежит вне творческих способностей проповедника. Как писал Кэмпбелл Морган, слава христианской кафедры — это свет взятой взаймы. Все то, о чем мы сейчас говорили, как правило, не вызывает вопросов у студентов. Вопросы появляются гораздо позже. Когда мы начинаем говорить о синтаксисе русского языка, о составлении конспекта проповеди, о том, что передача откровения Божьего — это процесс довольно-таки трудоемкий, требующий немалых знаний, немалых умений, вот тогда появляются вопросы вроде таких, а зачем мы занимаемся вот этой всякой ерундой? Почему просто не брать в качестве образца проповеди Иисуса Христа или проповеди апостолов, не видеть в них какие-то опорные точки для подражания, и не воспроизводить те принципы, которыми пользовались Христос и апостолы в наших современных проповедях? Зачем, собственно, нам готовиться к проповеди, возникает следующий вопрос. Ведь ни Христос, ни апостолы к проповеди не готовились. Мы видим, что Христос проповедовал, импровизируя сразу, у него не было конспектов, у него не было кафедры. Мы не видим, чтобы апостол Павел, придя в Ариапаг, потребовал кафедру. Мы не видим, чтобы он ночь провел над экзигезой Писания. Мы не видим, чтобы он составлял гомелитический план. Мы видим, что он выходит в Ариапаге и начинает импровизировать. Мы не видим, чтобы Стефан пользовался какими-то конспектами и так далее. На эти вопросы нам, конечно же, нужно ответить, прежде чем мы пойдем дальше. Дело в том, братья мои, что видов проповеди на самом деле очень и очень много. И попытки классифицировать проповедь, они предпринимались на протяжении всей истории церкви. И таких классификаций было создано тоже немало. Давайте некоторые из этих классификаций мы с вами рассмотрим. В частности, классификация проповедей по источнику откровения. В данном случае я пользуюсь информацией из еще дореволюционного учебника, который назывался «История первобытной проповеди». Это учебник православный, автор его Николай Барсов. И он, описывая первобытную христианскую проповедь, то есть проповедь первого века нашей эры, выводит три вида проповеди, классифицируя их по источнику откровения. Первый из видов такой проповеди, который, собственно, был реализован уже в день Пятидесятницы, это проповедь гласолалия. Что это такое? Гласолалия – это речь на иностранном языке, ранее неизвестном говорящем. Человек получал непосредственное откровение от Бога, да еще на незнакомом для себя языке. И он это, собственно, откровение от Бога передавал. Но, естественно, к такой проповеди было бы глупо готовиться, потому что откровение не подразумевает подготовки твоей. В голове у тебя открывается некая заслонка, и ты начинаешь просто провозвещать то, что дает тебе дух. Мы не будем сейчас анализировать богословские причины исчезновения этого дара из церкви. Так или иначе, мы видим, что к концу первого века проповедь на иных языках в церкви постепенно сошла на нет. И несмотря на то, что современные христиане некоторых динаминаций пытаются сказать, что они обладают даром иных языков, к сожалению, мы вынуждены констатировать, сегодня этот дар также утрачен. Ни один пятидесятник или харизмат не проповедует сегодня Слово Божие на иных языках. Все, что сегодня пытаются люди практиковать, это, скорее всего, какая-то невразумительная тарабарщина, да еще чаще всего направленная к Богу в молитве. Кстати, над такой практикой иронизирует еще апостол Павел в первом послании Коринфянам в 14 главе. Использовать миссионерский дар, дар Слова для того, чтобы общаться с Богом, это такая же глупость, как пытаться Богу на ночь читать брошюру «Четыре духовных закона». Дар иных языков был дан для проповеди неверующим, но не для молитвы, не для общения с Богом. Также дар иных языков частично снимал вавилонское проклятие, которым было проклято человечество. Люди, не знавшие языка друг друга, благодаря дару иных языков начинали друг друга понимать. К сожалению, сегодняшние феномены, которые рядятся под древнюю гласолалию, они только усиливают вавилонское проклятие, потому что и так ничего не понятно было, а с использованием современных, в кавычках, иных языков все становится еще непонятнее. Но есть и второй тип первобытной проповеди. Он называется профития. Что такое профития? Профития – это богодухновенная речь, непосредственно направляемая Духом Святым. Каждое слово профитии дано непосредственно Богом, хотя оно и взято из словарного запаса пророка. Это очень важно правильно понимать. Что собой представляет Библия? Библия – это не что иное, как записанное профития. Это богодухновенное слово Божие, которое обладает такими свойствами, как безошибочность и непогрешимость. Это слово Божие, свободное от ошибок. Пророк, собственно, профития переводится на русский язык как пророчество, пророк обладал богодухновенностью. Его речь была непосредственно дана от Духа Святого. Хотя, еще раз повторюсь, Дух Святой использовал словарный запас пророка, его стилистические особенности и так далее. Поэтому мы по стилю можем отличить Писание Иоанна от Писаний Петра или от Писаний Павла. Но, тем не менее, мы уверены, что каждое слово в их проповеди и в их писаниях непосредственно инспирировано Духом Святым и обладает безошибочностью и непогрешимостью. В этом смысле, братья мои, проповедь профития тоже закончилась. Мы знаем, что вот этот дар богодухновенности, безошибочности и непогрешимости был уникальным даром пророков и апостолов. И интересно, что апостол Павел в послании к Ефесянам во 2 главе 20-21 стих сообщает нам, что церковь, вы, как церковь, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе. Интересно, что апостол Павел прибегает к иллюстрации. Он говорит, что служение апостолов и пророков вместе с земным служением Христа – это фундамент церкви, основание церкви. Церковь строится, естественно, как и любое здание, строительство начинается с фундамента, но здание не может состоять только из фундамента. Наступает момент, когда строительство фундамента прекращается и дальше строится здание. Вот здесь слово «основание», которое переведено у нас как «основание», это как раз и есть слово «фундамент». «Вы утверждены», и апостол Павел употребляет аористную форму глагола, означающую, что это действие завершено. Апостолы и пророки, и земное служение Христа лежат в основании церкви. Мы знаем из истории церкви, что земное служение Христа после его вознесения уже не воспроизводилось, то есть Христу не выбрали заместителя, грубо говоря, никто не занимает служение Христа. Из истории церкви мы видим, что как только апостолы умирали, им уже не выбирали замену. То есть служение апостола в церкви тоже не воспроизводилось, именно апостола Христа, потому что были, строго говоря, еще апостолы церкви, посланники церкви. Да, их функция не передача Слова Божьего, их функция распространения церкви. Это современные миссионеры, скорее. Но апостолы Христа не избирали себе преемников. То же самое происходило со служением пророков. И пророк, конечно, тоже не готовился к проповеди. Было бы глупо пророку готовиться к проповеди. Бог ему говорит напрямую. Поэтому большинство проповедей, записанных в Новом Завете, являются проповедью профитии. Было бы неправильно нам с вами пытаться эту проповедь воспроизвести, потому что никто из нас не обладает должной квалификацией. Никто из нас не может сказать, что наши слова богодухновенны, непогрешимы и безошибочны. И если кто-то дерзает сегодня на статус пророка или апостола, то он должен пойти до конца в этой своей логической последовательности, своей проповеди, он должен записывать, вклеивать в Библию и учить о том, что его проповеди так же богодухновенны, как священные писания. Конечно, не все речи пророков и не все речи апостолов, равно как и не все их писания, вошли в Библию. Ну, так решил Бог. Но каждое слово пророка было богодухновенным, безошибочным и непогрешимым. Сегодня у нас с вами такой квалификации нет. Именно поэтому мы не подражаем проповеди Христа и апостолов, потому что это совершенно иной механизм получения проповеди. Но есть, конечно, частный случай профитии. Это так называемая апология или мартурия. Это то, о чем предупреждал нас сам Господь, если вас приведут к царям и священникам, не заботьтесь, что вам говорить, потому что дух Отца вашего будет говорить в вас. Это лишь частный случай пророчества. Даже в этом случае мы сегодня не обладаем квалификацией пророка и апостола. Даже когда мы говорим под действием Духа Святого, мы не получаем слова в качестве откровения. Дух Святой сегодня действует в нас невербальным образом. Он может воздействовать на наши мысли, он может давать нам некие неясные побуждения. Я не слышал никогда слов от Бога. То есть, я не слышал голоса. Даже рука не писала мне ни разу на стене никакого «мене-мене» текел у Парсина. Все, что ощущаю я, это очень неясные побуждения. Это какая-то работа с моими мыслями от Духа Святого. И еще всякий раз я обязан проверять, от Духа ли Святого эта работа с моими мыслями. И сверять это с Писанием. Дело в том, что мысль – это ведь не всегда слово. С пророками Бог общался словами. Об этом пишет Павел. Мы возвещаем вам не от человеческой мудрости, изученными словами, но и словами, изученными от Духа Святого. Именно словами, а не мыслями или побуждениями. С нами Дух Святой работает невербально, несловесно. Поэтому сегодня нам доступен лишь третий, последний способ древней первобытной проповеди. Это проповедь Дидаскалия. Что такое Дидаскалия? Это объяснение Божьего пророчества, как произнесенного, так и записанного. Проповедь Дидаскалия – это в строгом смысле слова – не пророчество. Проповедь Дидаскалия не передает непосредственное откровение от Бога. Проповедь Дидаскалия толкует уже записанное откровение. В этом смысле очень полезно порассуждать вот над каким вопросом. Скажите сами в себе. «Был ли пророком апостол Павел?» Да. Его слова богодухновенны, а следовательно, непогрешимы и безошибочны. А вот теперь другой вопрос. «Был ли пророком Тимофей, ученик Павла?» Ответ – нет. Нигде в посланиях Павла к Тимофею мы не видим вот этой нашей привычной риторики. Павел никогда не пишет Тимофею. «И что скажет тебе Бог, то передай верным людям». Это мы иногда дерзаем говорить «Мне Господь сказал, я сейчас передам вам то, чему Господь меня научил». Интересно, что апостол Павел по отношению к Тимофею такими терминами никогда не пользовался. Все время, когда Павел побуждает Тимофея проповедовать, он говорит «Проповедуй сие и учи». Не то, что скажет тебе Бог, а сие. Что сие? Да вот сие. Я тебе вот это написал, ты вот это бери и проповедуй. Объясняй вот это людям. Что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Не то, что тебе Бог говорит. Тимофей, ты не пророк, ты не обладаешь квалификацией пророка. Бери то, что я тебе передал. И еще довольно много таких текстов в пастырских посланиях и к Тимофею, и к Титу мы видим, апостол Павел очень ревностно относится к пророческому служению. И он говорит о том, что если ты не пророк, не обладаешь квалификацией пророка, все, что тебе можно делать, это учить. Учить церковь, объясняя им уже имеющееся откровение. Братья мои, гласолалии и профитии нам больше не доступны. Мы можем рассуждать о том, что они еще будут доступны. Да, мы знаем, что в конце времен будет два свидетеля, которые будут пророками. В 11 главе откровения об этом написано. В конце времен пророчество Иоиля будет исполнено в полноте, когда Духа Святого и зальется на всякую плоть, вот эти чудесные дары. Но это будет в тысячелетнем царстве. Друзья мои, так судил Бог, что сегодня у нас есть богодухновенное Писание. И это единственное пророческое слово, доступное нам. Поэтому сегодняшняя проповедь это не что иное, как попытка взять вот это Слово Божие и объяснить его людям, научить этому слову людей. И больше ничего. Но мы с вами живем в 21 веке, а эта книга была написана гораздо и гораздо раньше. Между нами и этой книгой стоит масса препятствий, масса барьеров. Это языковой барьер, это барьер непонимания прагматики текста. Мы часто, читая Писание, как бы слышим разговор, телефонный разговор, причем только вот с одной стороны. Мы имеем ответы, не зная вопросов. И так далее. Нам нужно самим очень хорошо изучить это Писание. Нам нужно его правильно истолковать, прежде чем мы возьмемся его объяснять людям. Именно поэтому, друзья мои, братья мои, нам нужно с вами настроиться на очень серьезную работу. Учить людей истинному Слову Божьему. Этим, собственно, мы и будем заниматься на протяжении всего курса Гомилетики. Итак, братья, мы выяснили, что проповедь, доступная в наши дни, это проповедь Дедоскалия. Она в строгом смысле этого слова не является пророчеством, она не передает непосредственное догматическое откровение от Бога. Но что делает проповедник, который занимается Дедоскалией? Он толкует уже записанное откровение. Догматическое слово от Бога уже передано Церкви целиком и в полноте. И оно записано в Библии. Задача проповеди, задача проповедника истолковать это слово, актуализировать его, рассказав аудитории о том, как конкретно это слово применить. Конечно, классификации проповеди на этом не заканчивается. Давайте мы продолжим пытаться классифицировать другие виды проповеди. И таким подходом может стать классификация проповеди по назначению. Если до этого мы классифицировали проповедь по источнику откровения, то сейчас по назначению. И в этом смысле проповеди бывают двух видов. Это проповедь благовестия, греческое слово Евангелиум. Это проповедь, направленная к неверующим, к неверующей аудитории с целью их обращения к Богу. Благовестием могли быть все три вида проповеди по источнику откровения. То есть, благовестием могла быть и гласолалия, благовестием могла быть и профития с частным случаем, апология или мёртурия. И, конечно же, дедоскалия тоже могла быть благовестием, то есть, проповедью, направленной на неверующих с целью их обращения к Богу. В наши дни благовестие тоже актуально, но по источнику откровения это будет проповедь дедоскалии. То есть, даже современный благовестник он не получает слова непосредственно от Бога, он берет Писание, обращается к неверующей аудитории, объясняя Писание и призывая людей к покаянию и вере в Иисуса Христа. Второй вид проповеди, классифицируемый по назначению, это, собственно, проповедь научения. И в первой церкви научением тоже была гласолалия, профития, даже апология и мартурия и дедоскалия. В современной же церкви понятно, что проповедь научения, то есть, проповедь, обращенная к верующей аудитории с целью их дальнейшего духовного роста, по источнику откровения все равно будет дедоскалией. То есть, для того, чтобы церковь росла духовно, проповедник сегодня должен брать Писание и объяснять его. Надеюсь, это понятно. на этом мы не будем долго концентрироваться. Как еще можно классифицировать проповеди? Проповеди классифицируются по месту своему произнесению. В этом смысле проповедь бывает храмовой и вне храмовой. Тут тоже, надеюсь, не нужно много объяснять. Храмовая проповедь это проповедь, произнесенная в специально отведенном для богослужения помещении в храме, вне храмовая. Это вся остальная проповедь. Она может быть проповедью на улице, на стадионе, в местах лишения свободы, в пионерском лагере, если сейчас еще существуют пионерские лагеря, конечно. Собственно, проповедь бывает храмовая и вне храмовая. У них есть свои особенности, о которых, кстати, очень неплохо написал Спержин. В его книге «Лекции моим студентам» есть целая глава, посвященная вне храмовой проповеди. И вы не пожалеете, если внимательно прочтете эту главу. А мы с вами пойдем дальше. Конечно же, проповеди еще можно классифицировать по способу взаимодействия с аудиторией. В этом смысле проповеди делятся на две части. На гамилию и проповедь ораторской речи. Слово гамилия, кстати, это греческое слово хамилия, оно с мягким придыханием произносится, буквально означает беседа. Эта проповедь подразумевает не столько монолог проповедника, сколько эдакая попытка диалога с аудиторией. Если проповедь произносится в жанре гамилии, то вполне неожидаемо, что проповедник будет задавать вопросы, на которые аудитория будет отвечать. Аудитория может проповедника прервать, задав какой-то вопрос. Интересно, что в первой церкви, вот если мы читаем послание Коринфянам, по крайней мере, мы видим, что некоторые проповеди, профитии, тоже проходили в виде гамилии. И Павел говорит, что если одному из сидящих будет откровение, то первой молчи. А иногда женщины вставали, задавали вопросы. Видно, это было в общепринятых рамках того времени. Гамилия подразумевала взаимодействие проповедника с аудиторией. В наши дни в жанре гамилии скорее проходят малые группы, или то, что мы называем разбор писания. Когда человек что-то говорит, кому-то что-то непонятно, он задает вопросы, мы можем уйти в какую-то параллельную область исследования нашего. А есть проповедь ораторская речь, которая не предполагает диалога с аудиторией. И если проповедник оратор задает вопросы, то они скорее всего должны быть риторическими. Не знаю, как вы, но меня всегда очень коробит эклектика, смешение жанров. Если человек начинает говорить как оратор, а потом вдруг задает вопросы аудитории, то это всегда получается как-то неприятно. Во всяком случае, я как слушатель в таких случаях чувствую себя очень неловко. Во-первых, потому что ты же никогда не знаешь правильного ответа. И очень не хочется выглядеть дураком. Я помню, как однажды проповедник задал вопрос, он говорил, он толковал притчу о потерянной овце. И дело в том, что эта притча по-разному записана в Евангелиях от Матфея и от Луки. И вот он задает вопрос аудитории. Он говорит, и вот, братья и сестры, пастырь оставляет 99 овец. Где братья и сестры? А в одном Евангелии написано в горах, а в другом Евангелии в пустыне. И вот попробуй угадай, что он имеет в виду. И кто-нибудь кричит, в горах. Нет, братья и сестры, неправильно, в пустыне. И вот подобного рода эклектика смешения жанров всегда интеллигентного слушателя коробит. Проповедь, если она выдержана в стиле ораторской речи, не должна превращаться в урок воскресной школы и не должна превращаться в гамилию. Уж либо изберите себе гамилию, тогда взаимодействуйте с аудиторией, но, как правило, если аудитория довольно значительная, если народу много, тогда очень сложно с ней взаимодействовать. Либо уж изберите себе проповедь ораторской речи и вопросы задавайте риторически, не требуйте ответа от аудитории, пусть аудитория следит за вашей мыслью, и пусть аудитория будет вовлечена в вашу проповедь безмолвно, скажем так, только интеллектуально. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok